Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, если вы хотите Сибаса, кто, конечно, не знает, чем вам помочь сейчас в данной программе, но я вам могу гарантировать, что будет потрясающий гость, будет потрясающий разговор, будет супер премьера. В общем, обо всем подробнее в самое ближайшее время. Это программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. И у нас сегодня в гостях Вахтанг. Всем привет, друзья. Всем позитива, добра и счастья, и света. Здравствуйте, дорогой. Спасибо огромное. Мы очень рады тебе. Спасибо вам большое. Мы очень рады тому, что у тебя большой успех. У тебя новая потрясающая работа. Песня и трек «Манила». Сегодня у нас будет, друзья, премьера в эфире, так что обязательно оставайтесь с нами. Естественно, как положено до премьеры, мы поговорим с Вахтанговым. И сейчас выпадаем у него все подробности, съемок и так далее. Но сначала я хочу вот с чего начать. Запись вот 7 сентября в твоих социальных сетях. Друзья, вы часто задаете вопрос, куда я пропал. Я снимаю «Завесу тайны». Все это время я готовил для вас новые песни. И в связи с чем? Я так понимаю, что ты действительно круглыми сутками пропадаешь в студии. Да, так и есть. Я целыми днями пропадаю в студии. У меня своя такая музыкальная берлога, можно сказать, где я не один. Со мной мой друг Андрей Медик, его так зовут. И он вместе со мной сидит и трогает всякие разные приборчики. То есть вы такие отшельники? Мы не то что отшельники, причем мы, кстати, очень часто взаимодействуем с разными музыкантами. В том числе и гитаристами, флейтистами, трубачами. То есть разные люди к нам приезжают, и мы джемим, импровизируем, сочиняем. На данном моменте времени очень много наработок и песен. И мы решили остановиться на песне «Манила», которую мы сегодня презентуем. Спасибо вам большое за это. Долго очень делали этот трек, вам скажу. И в конце концов нам понравилось, и мы решили остановиться уже. Вот ты пишешь также радостное событие, стал с премьера новой песни «Манила». Дальше благодарность объявляешь. И среди этих людей, которых благодаришь, есть известный нам всем Брэндон Стоун. Да, так и есть. Брэндон Стоун. И он прямое участие тоже принимает в песне «Манила», так как он в тот день был с нами рядом и помогал нам с гармониями тоже в том числе. Мы вместе сидели одной компанией. Я люблю это делать вместе. Потому что чем больше музыкальных, добрых и позитивных людей вокруг тебя, тем светлее и лучше получаются песни. И он был рядом. Кто написал слова и музыку? Слова частично я написал, частично мой друг Антон, MC Антон. Вот, так скажем, музыку, у нас коллективная работа. Там даже не разберешься. Там трудно очень понять. Каждый подходит по аккорду. Ну не совсем. То есть у каждого приходят идеи, мы их комментируем, говорим, общаемся. Такое, в непринужденной обстановке все происходит. Но есть песни, где мы это сделали вдвоем. Я сыграл гармонию, сам спел, сам сочнил слова. И у меня их очень много сейчас. И очень разных, как коммерческих, можно так назвать их. Так, а вот давай здесь поясним, что ты подразумеваешь под этим коммерческой песней. И коммерческой, я имею в виду, все-таки есть какая-то жанровость. Я вообще в музыке не признаю этого. Такие, типа, модные, да, наверное, так можно сказать, да? Ну, можно и так сказать. У меня есть треки, немножко такие сюрреалистичные, какой-то арт, что-то такое необычное. То есть это не специально сделанная песня, что вот я хочу быть модным. Сейчас я давай, ну, какой-то модный суперзвук, который сейчас все любят. Да, 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 везде отсюда я это там сделаю и даже прям скопирую. Да, вот не так. Я стараюсь максимально от сердца. Вот если мне нравится действительно, да, вот этот звук, то я его оставляю всегда. Если нет, то меняю. И много таких песен, я думаю, что они замечательно могли бы войти. Какие-нибудь блокбастеры в фильме, то есть саундтреки. Ну, значит, дойдут обязательно. Это как раз та самая твоя новая программа, с которой ты планируешь отправиться на гастроли. Да, но новая программа — это еще другая история. Так как я говорю, что целыми днями пропадаю в своем музыкальной берлоге, все проходит не зря. Мы с моим другом Андреем, медик, который, он, мы сделали новую программу. Это частично основано на битбоксе, частично на... А куда же его деть теперь? Куда же его деть, конечно. Я его люблю по-другому никак. Из моей жизни он никогда больше не уйдет. Он всегда в моем сердце. Поэтому битбокс — это основа моей новой программы. Мы делаем live performance, то есть именно в реальном времени происходит музыка. Я записываю звуки, мы их обрабатываем. Очень мощная такая танцевальная музыка. И, конечно же, песни, которые... На английском языке. И на английском языке в том числе. Это уже отдельная история. Да, вам как-то сказал, что у него блестящий английский язык, поэтому ради этого только обязательно послушать. Ну и будет же концерт, давай уж сразу мы позовем, и еще несколько раз потом в течение часа наприглашаем всех. Да, 27-го числа... Седьмого, а не шестого? 27-го октября. Октября, 27-го. 27-го октября в Бумба-баре. Бумба-бар. Пройдет мой сольный концерт, где... Англоязычная программа. Англоязычная программа. Очень хороший английский язык. Я думаю, что можно даже приглашать школьников, студентов, да, кто же, наверное, на инфаке с преподавателями. С преподавателями. Пусть приходят, послушают, потому что я использовал в этой программе староанглийский, то есть многим могут не разобрать. Это что-то древний прям совсем. Древний, то есть именно исконно, понимаете, да, когда они были колоннией, то есть когда еще не было... Мало осталось людей, кто помнит этот язык на самом деле. Да, мало осталось людей. Ну, я носитель этого языка, поэтому я его буду... Продвигать активно в массу. Называется тарабарско-английский. Тарабарско-английский. Хорошо, ну давай мы сейчас на русском, если ты не против, послушаем и посмотрим. Тем более, что это, друзья, она, это Вахтанг и Брэндон Стоун, программа «Лучшее в стране», телерадиоканал «Страна ФМ». Слушаем, смотрим. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране» продолжается в эфире телерадиоканал «Страна ФМ». У нас сегодня Вахтанг в гостях. Мы с вами ожидаем премьеру нового клипа на трек «Манила». Потрясающий клип, о нем мы еще узнаем много подробностей у Вахтанга, но чуть позже. Пока я хочу, чтобы нам Вахтанг рассказал об очень такой крутой, очень серьезной и важной работе «Небо над нами». Это дуэтная такая совместная работа с Андреем Гризли. Да, это так и есть. Во-первых, спасибо большое, что заметили этот клип, потому что я не ожидал, честно. Это очень лестно. Мы не могли сделать по-другому, правда, потому что она настолько искренне сделана, и она настоящая. Спасибо большое, спасибо. В общем, идея возникла таким образом. Мы с Андреем тоже очень давно дружим друг с другом. Брат твой, брат, как ты пишешь. Это мой брат, так и есть. Потому что мы вместе выросли, мы вместе учились в одном университете, импровизировали всегда и все время были вместе. Однажды я пришел к нему в гости, у него домашняя студия, и мы сели и подумали, что бы мы могли такое создать, чтобы хоть как-то затронуть струны души, потому что много музыки, где не нужно думать, где просто ты слушаешь музыку, тебе хорошо. Ты просто качаешь, танцуешь, улыбаешься на позитиве. И вот такое вот... Как это сказать правильно? Возвращение в реальность. Возвращение в реальность, может быть. И мы сочинили песню, в которой говорится, что лучше всего на земле было бы тогда, когда был бы мир во всем мире. Я думаю, это банально, но это правда. И мы хотим к этому примкнуть. Именно этой песне мы хотели это сказать. Свою частичку такую внести в мир во всем мире. А где съемки проходили этого калифа? Съемки проходили в заброшенном городе. Это недалеко от Москвы. По Новой Риге надо ехать километров 20-30. Жуткие картины. Да, там заброшенный такой городочек небольшой. Препить называется, если не ошибаюсь. Да, и там есть два таких корпуса заброшенных. И я жил в одном корпусе, он жил в другом. Там кто-то еще был, кроме вас? Да, еще был злодей. А медик, скажите. Медика не было в то время. Был Саша Шаляпин, это актер, стендап, мой друг, который сыграл злодея. В общем, много говорить не буду, потому что, думаю, клип сам за себя. Да, рассмотрите, с тобой согласна абсолютно. Все скажет. Ну, друзья, тогда давайте все внимание. Вы, конечно, уже видели этот клип в нашем эфире, но если вдруг есть те, кто вдруг не заметил эту работу блистательную, и потом, ну, она, ее можно смотреть, мне кажется, бесконечно. Андрей Гризли, «Вахтанг. Небо над нами». Вахтанг, Андрей Гризли, «Небо над нами». Спасибо, ребята. Ну, правда, это потрясающая работа. Главное, так хочется и слушать все, и слушать. А можете попросить вот эту сейчас? Да. Небо над нами, небо над нами. Небо над нами, небо над нами. Браво! Ну, это точно твоя задумка абсолютно, да, вот эта вот строчка? Ну, мы это все-таки сделали вдвоем. Я не знаю, я не могу сказать, что я сочнил вот этот кусок. Я уже поняла, что там невозможно поделить, да, что-то? У нас музыка, это неделимое, это одно целое, она идет как волна, и его невозможно математически просчитать никак. Отличная абсолютно работа. Давай мы теперь поговорим про твой клип «Манила», премьеры которого скоро будет. Друзья, мы специально нагнетаем, нагнетаем так обстановочку и ваш аппетит разжигаем. Расскажи здесь, кто придумал сюжет? Сюжет придумала очень прекрасная и классная Рина. Режиссер клипа. Да, режиссер клипа. И самая главная цель этого волшебного... Давай, рассказывай. Цель этого клипа — донести людям о том, что... Значит, есть две стороны. Каждая мама хочет выдать свою дочку замуж... За принца. За принца, за прекрасного принца. Который богат, который красив, и на коне придет. И на руках ее все время носит. И на руках будет носить. Поэтому в мыслях есть всегда это. Но не нужно забывать никогда о сердце. Вот когда сердце... Сердцу не прикажешь, как говорится. Ты можешь полюбить себе бедняка, а он уже, может быть, потом станешь... То есть нужно, чтобы сначала сердце тобой руководило. Какая прекрасная цель. Глобальная. Скажи, Наталья Гулькина, всем любимая, известная. Она сама попросилась в клип к вам? Или все-таки это ты предложил? Я был инициатором, потому что как только я услышал, что такая мама должна быть с характером, да. А Наталья Гулькина, она очень разносторонний человек, и у нее актерские данные. И как выяснилось в клипе, она сделала полностью вот этот вот... Это правда, образ она шикарный создала. Она сделала весь клип вообще, и настроение, и правильно... Она как будто жила, вжилась в роль от начала и до конца. И это честно сыграло. Ну это твоя была идея, или это режиссер тоже придумал? Это была моя идея. Именно Наталью Гулькину увидел сразу. Да, да, да. Потрясающе. Ну и мне показалось, что Наталья прям тоже с радостью так отреагировала на это все, и приняла участие в работе. Она очень добрая, поддерживала, и, в общем, душевно было. Ну вот, в общем, такая актерская какая-то карьера, может быть, начнется благодаря тебе, Наталье Гулькиной. Почему нет, друзья? Премьера клипа Манилы Вахтанга очень скоро в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Вы, пожалуйста, никуда не девайтесь, мы сейчас прервемся совсем ненадолго. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. А у нас сегодня в гостях Вахтанг, и мы буквально через три минутки с вами посмотрим, друзья, абсолютно новый клип Манилы. И, соответственно, послушаем песню, узнаем подробности, где проходили съемки. Съемки проходили в Москве. Прекрасно. В Москве в алых парусах. В алых парусах, да, кстати, там даже в титрах это указано, да. Там красиво, там классно. Блистательная актриса Наталья Гулькина снялась, да. И мы поднимались на крышу. Так. Было немного страшновато, потому что там... Ты боишься высоты? Я не боюсь высоты, но девчонки очень боятся высоты. И там был такой спуск по лестнице. Они к тебе прижимались, наверное, в бою. Вот так вот вместе. Спускал их по этой пожарной лестнице, так сказать. Было очень весело, было очень весело. Мне было трудно, было классно, легко. Погода хорошая. Погода хорошая. Все углубались, все были счастливы. И, собственно говоря, такой же клип и получился. Ну, ты очень доволен остался своей работой. Я доволен остался. Ну, да ты же не собираешься останавливаться. Ты мне уже по секрету сказал. Давай расскажем всем, что дальше ждут тебя съемки нового клипа. Да, дальше ждет меня съемки нового клипа. Но они совсем не стандартные. То есть они... Я не знаю, как этот жанр даже назвать. Мы не будем вообще никакие жанры определять. Есть вахтанг. Есть музыка. Есть вот он как музыкант, очень большой в нашей стране. Спасибо. И за пределами тоже, да. И поэтому все, что он делает, это вот такой жанр вахтанг. И все, давай я предлагаю так. С сегодняшнего дня определить жанр. Да, в общем, есть песня одна такая интересная. И очень интересный видеоряд. Мы будем снимать на эту песню уже в конце ноября. Мы уже снимем. Ну что это, лирика? Это, как же это тяжело объяснить. Ну это больше лирика, да. Это такая... Тоже, я думаю, что заставить задуматься. Какой ты молодец. А вот, кстати говоря, если поговорить о песне «Я хочу себе баса», а там цель была какая-то, чтобы люди задумались? Мне так сильно понравилась эта фраза Гаррика Харламова, которая вот в своем прекрасном миниатюре использовала его. Потому что там цель... То есть это твоя единственная песня, где нет никакой цели особой. Мне хочется просто уединиться, грубо говоря. Друзья, ну все, вот тот самый торжественный важный момент. Премьера на телерадиоканале «Страна.ФМ». Клип манила, дамы и господа, вахтанг в ваших телевизорах и приемниках. Тебе семнадцати, ты все поняла. Губы накрасила, глаза подвела. Твоя походка кричит. Не забудь меня, не забудь меня. Манила, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думала, знаешь, с кем ты играешь. Но поздно ты поняла. Как же так? Ты уже решила все за нас. Ты увидела меня в туфлях и влюбилась, как первый раз. В твоей маленькой голове созревает огромный план. Ты придумала сама себе, что я сладкий дон-жуанг. Нашифровала, что самолико. Друзья уехали, я еду в метро. И ты мне пишешь всю ночь. Не забудь меня, не забудь меня. Манила, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думала, знаешь, с кем ты играешь. Но поздно ты поняла. Манила, 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 мамина дочка. Видимо, видела завидного муженечка. Думал, узнаешь, с кем ты играешь, но поздно ты поняла. Думал, узнаешь, с кем ты играешь, но поздно ты играешь. Думал, шикарно и бодро в 6 утра. Это наши гримеры постарались. Хотя одна из них работает, по-моему, у вас здесь. Да что? Так, будем следствие проводить. Да, и мы с ним сейчас убедились. Но у нас волшебные девчонки работают, правда, да. И это было... То есть они нас постоянно... То есть задания открывались, здесь скотчик, все положено. Можно и так сказать. В 6 утра был подъем, и даже время не чувствуется, когда снимаешь позитивно добрый клип. Не чувствуется время, поэтому это пролетело незаметно. Ну, я хочу пожелать, чтобы этот клип полюбился всем абсолютно. Я думаю, это и случится, да. Пусть он шагает по городам и везем. Дай богу, спасибо. Пусть все учат слова, так как все знают уже слова всех твоих песен и подпевают тебя на концертах. А давай еще раз расскажем про твой концерт, который будет 27 октября в Москве. Это уже, кстати, друзья, следующая неделя. И уже, конечно, нужно планировать свою жизнь заранее. Где, когда? Да, 27 октября в Бумба-баре сольный концерт на староанглийском языке. Приходите, и будет весело. А тебя можно попросить что-нибудь на староанглийском исполнить? Да, можно попробовать. Я сейчас думаю, что мне исполнить на староанглийском языке. Ну, давай что-нибудь про любовь. Про любовь? Да, там есть про любовь у тебя какая-то песня? Так, есть, есть, есть песня. Сейчас я вспоминаю, какую же мне песню спеть про любовь. Про любовь. Хорошо, на староанглийском языке, да? Да. На староанглийском языке? Хорошо. Я его очень люблю, староанглийский. Сейчас думаю, какой же мне это сделать. Вот такой куплет есть на староанглийском языке. Поехали. Как-то так. Браво. Так что у вас продолжение дальше. Продолжение 27-го. Ну, это правильно, кстати, да. Надо заманить, манить, манить, заманить, и что уже 27-го все обязательно пришли. Гоктанг, дорогой, расскажи, как твоя федерация битбокса поживает на сегодняшний день? Федерация битбокса пока немного в таком замороженном состоянии, но я думаю, что скоро и к федерации вернемся, потому что... У тебя же в планах были международного уровня чемпионата, и... Да. Дело в том, что немного времени недостаточно было. А сейчас я распределил свое время и нашел нужных людей, которые мне будут помогать, и в федерации в том числе, организовывать как раз-таки международный фестиваль. Пройдет, я думаю, что это случится уже в следующем году, летом. Обычно это мы делаем вместе с Моском Спортом, который помогает и поддерживает, предоставляет плашатку. С нами, не забудьте тоже это сделать. Да, обязательно, спасибо вам большое. Мы, кстати, начнем уже готовиться потихоньку, я имею в виду, сотрудники все как-то занимаются. А почему нет? Да? Время есть. Выступим вместе. Ты сам всегда говоришь, что каждый может научиться битбокса абсолютно, но главное желание. Главное желание. И сделаем это вместе. Мактанг, ну теперь у тебя планы в громадье. Смотри, сольная программа, съемки клипа, тут еще и федерацию надо опять возрождать, в общем, на рельсы большие ставить. И вот эта вот прытья, активность, с чего вы вдруг? С чего вдруг это произошло, да? Да. Я не знаю, почему, во мне появилась какая-то... Ты должен рассказать, что ты до этого филонил 4 года. Да, это правда. Значит, 4 года я ничего особо... Целых 4 года! Ты вообще представляешь? Как это много, а? Как это много. Я ездил, выступал, да, я выступал, но я ничего не делал, то есть ничего не производил, ничего не творил, ничего не... Рождал. Рождал. И, мне кажется, знаете, 4 года столько во мне накопилось, что сейчас хочется все это выплеснуть и показать людям. Нагулялся, хочется спросить. Можно так сказать. И так сказать, да, теперь работа, работа и только работа. Конечно. Ну, и девушки, наверное, тоже, как же личная жизнь. Да, да, это тоже обязательно. А вот, кстати, если говорить о твоей... Обязательно, это бы никак. Муза, муза мне нужна всегда. А вот, кстати, если вернуться опять к твоему новому клипу, Манила, тебя мамы девушек как воспринимают? Мне кажется, они тебя сразу любить должны, прям сразу. Как еще раз, как мама... Мамы, мамы, да, твои девушек тебя воспринимают, они тебя, ну, как сразу очаровываются тобой? Ну, если честно, я с мамами особо контакта... На дистанции, да? Нет, ну, с другой стороны, может, и да, вот если уже там в ЗАГС, и жениться... Если уже какая-то серьезная уже компания. А ты готов, скажи, вот как-то налаживать отношения с мамой? Мамы же разные бывают, даже в своем клипе мама тоже такая своеобразная. Конечно, но привилегия мужчины в том, что все-таки ты делаешь свое королевство, и ты женщину берешь себе к себе и устанавливаешь свое правило. Не подумайте, девчонки, что я такой-то диктатор, там, с плеткой буду ходить по квартире. Да, и не подумают, они увидят твои добрые глаза и все понимают. Все понимают. Так, еще про маму, но начнем вот с чего. У тебя позавчера в Москве состоялась преньера клипа в одном из клубов, да, где-то все это проходило. Были самые близкие люди? Да. И мамочка была твоя. Знаете, это была не то, что презентация, это была какая-то семейная встреча. Друзья, старые друзья, с которыми я давно не виделся. Мама, сестра, мой маленький племянник, который вытворил такое, я был в шоке. Я не ожидал от него такого. Он вышел на сцену и начал исполнять. Битбоксить, петь. А мы дома, он этого никогда не делал. Мы говорили, Илюш, спускайся, не надо этого делать. Он залезал, все время хотел. Артист у вас растет? Он растет уже артистом. Мама. Мама. Мама была очарована, скажу вам так. Ее сердце расставило. Она очень такой критик. Говорит всегда честно, прямо. Кстати, про Сибаса она наверняка тебе что-нибудь сказала тогда, да? Да, она мне говорила замечания, но я не последовал тогда ее словам. Ослушался. Ослушался. Вот. Я думаю, что не зря. Все равно надо идти вперед самому. Это тоже опыт, это тоже опыт какой-то. И мама вчера меня похвалила, вернее, позавчера, когда была презентация, и я расслабился, как будто бы все, оказался в раю, в счастье. Галочку в себе поставишь, это работа. Это сделано. Пятерка поставлена в актангу. Идем дальше. Ну, можно ли сказать, что мама получается один из самых главных людей? Вот чье мнение для тебя важно? Да. Да. Мама очень большое значение имеет. Я почему ей доверяю еще ее вкусам, потому что она, можно сказать, она очень любит музыку. Она поет у тебя? Она может и спеть, она может... Она очень много музыки слушает и знает. Ей нравятся неординарные песни. То есть она чувствует, когда есть сердце, когда нет сердца, когда... Вот очень часто бывает такой, например, какой-нибудь большой конкурс на Евровидении. И она всегда знает, как только споет участница, кто победит сразу. Она уже, мне кажется, четвертый год подряд угадывает, кто выиграет. Это я один раз думаю. В следующем году я пойду, наверное, поставку сделаю. Да-да-да, ты надо пользоваться этим, конечно. Мама всегда угадывает, что... То есть разные проекты, фестивали большие. Всегда знает, кто победит. Друзья, мы продолжим общаться с Вахтангом. Совсем ненадолго прорвемся. У нас тут рвется очень в эфир Артур Пирожков. Вау. У нас тут либо любовь, либо... Это программа «Лучшая в стране», друзья. Телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас Вахтанг сегодня в гостях состоялась премьера клипа. Чуть ранее манила. Клип у нас теперь будет в эфире. В этом, пожалуйста, не сомневайтесь. Заказывайте программу по заявкам. И, кстати, по эти новинках можно голосовать и в программе «Хит страны». У нас еще немножко времени для общения с Вахтангом. Дорогой Вахтанг, у тебя в Инстаграме я нашла такую запись. Да. Дорогой Вахтанг вместе с Андреем Гризли. Да, да, это было... Это страшное событие, такое волнительное. Ну, для девчонок, для нас, например, я безумно боюсь этого всего. Когда застреваешь в лифте, да? И вот совет, друзья, опять так, Вахтанг же во все вкладывает смысл. Да. Он предлагает, они все время предлагают, что делать? Петь в лифте. А что еще делать, друзья? И снимать, главное, в этот момент еще себя. Что еще делать? Надо снимать и петь. Еще хорошо, когда ты с другом застрял, а не один. Ну, это да. И, знаете, там история такая, то есть мы застряли в лифте, это действительно так есть, и мы вызвали диспетчера. Вот мы, например, делаем там, мы делаем ритм, поем, там, и вызываем, значит, диспетчера. Она нам что-то говорит, а мы шутим, все равно шутим. Она подумала, что мы прикалываемся. Естественно. Значит, если вы прикалываетесь, сидите, там дальше. И мы там просидели очень долго, мне кажется, час больше, пока мы убедили. Сколько песен было написано, скажите. Сколько песен. Ну, мне кажется, альбом уже сочинили. Называется альбом в лифте. Все, мы уже все обсудили. Его слушать лучше тоже в лифте, мне кажется, да? Нужно застрять и включить плеер. Как же вас высвободили? Вы потом уже звонили и говорили, дорогая тетя, мы действительно застряли? Да, дорогая тетя, мы не шутим, мы действительно уже плачем. Нам душно. Отпустите нас. Два великих артиста в лифте. Все. Приехал человек с ломом, открыл нам, и мы были свободны. Освободили вас наружу. Скажите, вот так вот. Скажи, пожалуйста, а вот этот совет Петя, он действует во всех случаях? Ну, в большинстве своем, не знаю, когда грустность, кто-то не получается, кто-то обидел и так далее. Это такой рецепт от всех, где это несчастье? У меня только так. Я очень люблю в разных... Когда появляется эмоция в любом его состоянии, если даже, не важно, грусть, печаль или радость, я всегда это конвертирую в музыку. По-другому никак в себе не представляю. Иногда бывает такое, что я встаю утром рано, и я вам всем советую. Так. Утром рано вставая... В 6 утра когда ты на съемке, да. Когда ты встаешь в 6 утра, сделайте мимическое упражнение. Упражнение, которое поможет... Поможет на целый день быть открытым и счастливым. Просто, даже если вам не улыбаются, вот уголки сторон чуть-чуть приподнимайте. И поверьте мне... Пальчиками, да? Можно сначала даже пальчиками помогать, вот так вот дрессировать себя, дрессировать. В какой-то момент вы почувствуете, что вы искренне улыбаетесь. То есть сначала можно улыбнуться неискренне, натянуть улыбку, а потом это само собой придет. Вот мой лайфхак небольшой всем. Специалист по улыбкам в том числе. Специалист по улыбкам. Спасибо. У нас так мало осталось времени, но я очень хочу попросить тебя исполнить еще что-нибудь. Я вот даже не знаю, я мечусь между битбоксом и песней на грузинском языке. Песня на грузинском языке, да? Да. Давай так, на твой выбор. Давайте попробуем, давайте попробуем. На грузинском языке. Давайте попробуем на грузинском языке спеть. Давай. В прошлый раз я был здесь, я пел Сокартфелу, я помню. А сейчас есть другая история. Хорошая традиция у нас складывается. Да, 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 да. В конце загрязнитель. Да. Вахтанг, друзья. Спасибо огромное. Мы тебя будем ждать снова с концертом у нас и удачи тебе. Спасибо. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ.